коллеги многие из вас знают о нашем учебном центре примагуту имени баумана специалист немножко себе меня зовут андрей валерьевич я работаю в департаменте закупок федеральной сетевой компании мы занимаемся обслуживанием магистральных электрических сетей сегодня мы собрались с вами для того чтобы немножко поговорить про стандарты закупок которые разработаны федеральной антимонопольной службы российской федерации выявить скажем так болевые такие моменты связанные с тем как поставщику готовится к закупочным процедурам как ему можно будет обжаловать закупочные действия или бездействия заказчиков организаторов и соответственно поймем как необходимо проводить претензионную работу помимо законов которые уже упоминал ранее 223 44 федерального закона у нас есть еще антимонопольное законодательство она регулируется 135 федеральным законом закон о защите конкуренции во многом данным законом федеральная антимонопольная служба руководствоваться для того чтобы выявлять нарушение в сфере закупок основные моменты которые которые необходимо обратить внимание это скажем так два основных момента это борьба для для чего вообще вас нужно да скажем так это борьба с коррупцией в закупках второй момент на который необходимо обратить внимание это экономия бюджетных средств за счет скажем так более значительного снижения цены и лучшего предложения здесь необходимо отмечить что каким образом вообще фас борется с коррупцией каким образом она снижает цены для заключения контрактов но все очень просто она на этапе скажем так рассмотрение положения закупках на этапе рассмотрения закупочной документации участники либо потенциально заинтересованы организации которые контролируют сферу закупок могут находить в этой документации определенные моменты которые нарушают антимонопольное законодательство и выносить жалобу фас второй момент который необходимо учитывать это соответственно ценообразование ну во первых это конечно же тарифное регулирование третий момент непосредственно когда уже участники закупочных процедур уже подают свои свои заявки они могут скажем так обжаловать действия закупочной комиссии либо организатора уже в процессе протоколов когда закупочная комиссия формирует протоколы отклоняет каких-либо участников какие инструменты или скажем так какие требования пожелания фас выдвигает это конечно же закрытый перечень требования к участнику и основания отказа допуски к торгам дело в том что очень много заказчиков они в своих документациях не прописывают определенный объем работы например стройка да у нас не для того чтобы провести закупку на выполнение строительно-монтажных работ нам необходимо разместить определен прописать документации объем работы на настройке в стоятельных стоятель монтажных пусконалочных работах там идут идет проект на документация и все заказчики и и размещают соответственно если они размещают данную документацию то это идет это это есть нарушение и фас предъявляет претензии соответствует заказчику по данному вопросу третий момент это переход на электронную форму проведения торгов дело в том что у нас сейчас примерно 30 процентов всех торгов проходит бумажной форме но это не значит что электронные торги скажем так электронные торги настолько по 44 федеральному закону это торги это аукцион в электронной форме это значит что данная закупка может быть проведена на какой-то электронной площадке и договор контракт соответственно заключен на этой площадке и и подписаны именно в электронный электрон в электронном виде пока это только аукцион в электронной форме соответственно стандарты фас это перед перевести все закупки которые предусмотрены которые предусмотрены 44 федеральным законом но естественно кроме единственного поставщика в электронную форму то же самое по 223 федеральному закону тоже есть планируется вносить изменения законодательства 223 федеральный закон где там будут прописаны прописан закрытый перечень закупок сейчас там дело в том что если допустим у нас по 44 федеральному закону у нас есть конкурс аукцион у нас есть запрос котировок запрос предложений то единственный источник тоже то по 223 федеральному закону вот эти способы закупки определяют сами заказчики и этих способов там может быть масса условно говоря там вам больше там 500 500 способов и видов причем многие закупки не завуалированы по единственного источника это не совсем нормальная ситуация поэтому стандарты фас сделать закрытый перечень способов закупки по аналогии может быть 44 федеральным законом для того чтобы проще было контролировать потому что непонятно что такой конкурс в понимании заказчик по 223 федеральному закону что такое открытый запрос предложений понимание конкурентные переговоры так далее так далее то есть планируется делать закрытый перечень данных способов закупок то же самое планируется сделать закрытый перечень требований к заказчику если у нас по 44 закону там идет закрытый перечень то есть они правом прописан соответственно статьи 31 и 44 федерального закона то требования которых предъявляются к участникам по 223 федеральному закону он они во многом определяются самим заказчиком а то что определяет заказчик понятно что он там может скажем так умудрить предъявлять завышенные требования к своим подрядчикам поставщикам и через это получаются определенные нарушения определенное при заключении контракта на этапе определения поставщика здесь тоже планируется сделать закрытый перечень требований условно говоря если будут у нас электронные закупки а к этому собственно говоря и призывает федеральная монопольная служба то здесь снижается степень скажем так коррупции и увеличивается степень открытости прозрачности ведь посмотрите коллеги какие у нас какие у нас требования вообще есть это и это есть требования к непосредственно участнику это раз требования к товару либо продукции там будь то работа либо услуги так далее третье требования к оформлению заявки оформлению документации соответственно к проекту контракта либо договоры и если все эти требования будут скажем так вот мы какой-то день проснемся у нас будет скажем так унифицированные требования которые будут понятны прозрачны для всех то единственно что нужно сделать будет участнику это согласиться с условиями которые данные закупочной документации прописано если он соглашается с этими условиями то собственно говоря никаких больше требований никаких никакой скажем работы от участника торгов не требуется то есть он просто напросто соглашается изучает внимательно документацию смотрит проект контракта то есть условия типовые определенную поставку определенного определенного товара либо выполнение работ смотрит документацию там тоже требования к к самому товару либо продукции они стандартизированы в соответствии с гостом там условно говоря сейчас могут там применять и это у хотя скажем было очень хорошее изменение это выявили прошлого года вступил в силу изменение в части того что а по 44 федеральному закону заказчик заказчику необходимо прописывать требования продукции в соответствии с национальными стандартами и требованиями законодательства по техническому регулированию это вот такой момент соответственно когда системе со всеми этими требованиями участник знаком он просто-напросто подтверждает свое согласие с условиями данной документации подписывает электронной подписью эта заявка уходит на электронную площадку непосредственно оператор от оператора уже заказчику заказчик смотрит количество участников смотрит что определенное количество участников согласно с этим понятно что если кто кто не согласен тут и не будет подписывать отправлять свою заявку и после этого уже он на может проводить дальнейшую процедуру либо по определению поставщика то есть там выбирает по минимальной цене либо в дальнейшем он может проводить процедуру переторжки надо обратить внимание еще на то что на сегодняшний момент по конкурсу не предусмотрено процедуру переторжки по 44 федеральному закону а что не что нельзя сказать по до из вас тренирует 200 20 на федеральном законе это все присутствует так вот вас тоже планирует перевести когда вот все что я говорил вышесказанным но и да то есть когда вот эти все процедуры будут проделаны части электронных закупок в части катаклизации продуктов когда будут сформированы каталоги когда будут сформированы типовые проекты контрактов и тогда уже возможно что при отборе участников будет проводиться еще и процедура переторжки то есть улучшение условий то есть когда участники анонимно опять же должны видеть видеть кино цена которая заявили они в первоначальной заявки и потом у них будет процедура так называемой переторжки процедура улучшения ценовых предложений каждого из участников и в итоге получается что независимо друг от друга участники дают лучшее предложение в соответствии с документации ну скажем так не не лучшее предложение а соответствующие документации предложения а лучше в плане уже цены то есть дает лучшую цену и соответственно их заявка с лучшей ценой занимает первое место то есть такие вот планы есть но ориентировочно закупки будут переведены там где-то с июля 18 года в электронную форму но это касается конкурсов это касается запрос котировок это касается запрос предложений ну и ориентировочно где-то с 1 января 19 года данные процедуры будут обязательными для заказчиков далее значит что еще необходимо отметить ну помимо треба помимо проблем которые возникают на этапах на этапе проведения закупочных процедур заказчиками в плане там избыточных требований продукции избыточных требований поставщикам есть еще и проблема скажем так сговоры между поставщиками например заявляются наукцион несколько участников один дает минимальное снижение 2 дают максимальное снижение 3 дает еще более максимальное снижение 4 к примеру участник видит что снижение уже для него экономически невыгодное он просто отваливается условно говоря уже не участвует в торгах мы и потом уже после того как идет заключение договора второй участник отказывается третий участник отказывается и договор заключается с этим участником который дал минимальное снижение но это понятно что это некая такая филированность некий такой сговор между поставщиками который не совсем ведет ну как который скажем так ведет явно не к экономии бюджетных средств или там например средства заказчиков из 23 федерального закона то есть это все конечно же тоже нужно предусматривать и если брать примеру аукцион в сорок четвертом федеральном законе то здесь нормально то есть там первой части рассматриваются рассматриваются технические характеристики предлагаемой продукции да из первой части без привязки конкретному конкретному участнику то есть участники которые выходят на акцион они друг друга не видят и соответственно нет такого нет возможно сгора ли например там могут позвонить если там знает что именно этот участник в данном аукционе выступает и каким-то образом надавить и так далее и тому подобное поэтому если вы допустим участвовали в закупках можете заметить что как правило правило заявки подаются в самый последний момент то есть до вскрытия до скажем на окончании времени приема заявок это все не случайно потому что понятно что на могут быть определенные нарушения стороны оператора если примеру ты за неделю там скинул заявочку там понятно что возможно со стороны того же оператора могут быть какие-то моменты слива информации сведений о данном участнике и потом на тебя каким-то образом могут надавить или с тобой договариваться поэтому как правило все участники скидывают заявки в последний момент за 15-20 минут до окончания срока такая определенная проблема с поставщиками тоже есть ну дальше перейдем что собственно говоря не очень или совсем не нравится фас это выбор единственного поставщика если к примеру по срока 4 федерального закона там еще более менее ситуация стабильная да то есть как правило процентов 70 80 закупок проводится конкурентным способом то по 22 среднем федеральному закону там с точностью до наоборот то 70 80 завалированных закупок проводится закупки единственного поставщика остальные конкурентным способом как правило это небольшие закупки простые закуда 500 тысяч и собственно говоря который не влияет скажем так существенно на показатели экономии в общем объеме закупок этот поэтому эти вопросы вас тоже планируют отрегулировать поскольку у нас если допустим брать по 44 закон там где-то порядка двух с половиной триллионов рублей в год закупается по распоряжению правительства либо по указу президента это тоже не совсем правильно потому что понятно что есть определенная договоренность есть на каких совещаниях они собираются или там предоставляют какие-то справки о том что просто необходимо данную закупку провести у местного поставщика правительство и президент наш соглашаются и в итоге окрупный контракт нам представьте на 2,5 триллиона отдаются именно единственного поставщику в этой ситуации фас планирует как-то тоже этот вопрос регулировать регламентировать и выступает скажем так неким таким посредником перед принятием решения президентом и управительством то есть прежде чем данная заявка на единственного поставщика попадает на стол путину или медведеву условно говоря но проходит согласование фас это тоже пока такого нет ну это тоже одно из направлений в котором фас работает как я уже говорил ранее есть закупки которые в которых заинтересованы наше государство это закупки связаны с поддержкой субъектов малого и среднего предпринимательства и в данной работе вас тоже принимает очень активно участие поскольку заказчики обязаны сформировать определенные более облегченные требования упрощенные требования для участия субъектов малого и среднего предпринимательства ну если брать 44 там выступают в роли поддержки это субъекта малого предпринимательства если брать 223 там поддерживаться не только малый но и средний предприниматель и соответственно задача фас упростить процедуру отбора победителя среди данных участников если брать 223 федеральный закон то там есть три способа закупки у субъекта малого и среднего предпринимательства это закупка на общих основаниях и при этом победителем выступает заключается контракт субъектом мсп эта закупка которая проводится только для субъектов малого и среднего предпринимательства то есть если будет какой-нибудь крупный завод или там акционерное общество да где там больше 250 человек численность то данного участника организатора либо заказчик обязан будет отклонить улице конечно закупщина либо конкурсной комиссии и закупки где документации заказчикам определяется требование для победителя заключить подрядный контракт с субъектом мсп то есть на определенную какую-то долю например 10 процентов до за три способа закупки субъектов малого и среднего предпринимательства по 223 по 44 там идет закупка значит только у субъектов мсп и закупка где прописана доля и вот по этим то есть доля закупок когда победитель закупки не мсп обязан заключить подрядный контракт на поставку любом плане работы светом малого предпринимательства и так значит с субъектами мсп мы разобрались далее на что обращает внимание вас это унификация унификация закупочных процедур что это означает что как я уже говорил ранее закрытый с закрытый перечень способов закупки это то есть всем понятно как данные закупки будут проводиться это унифицированные стандарты унифицированные формы протоколов и унифицированные формы закупочной документации унифицированные формы по типовых проектов контрактов проектов типовых контрактов то есть в этом направлении вас тоже принимает активное участие в разработке и в поддержке инициаторов изменения законодательства в этом плане и к этому собственно говоря продвигается 44 и 223 федеральный закон законы скажу так для чего это нужно фас это может для того чтобы когда есть все-таки унифицированные типовые формы а так легче контролировать есть например структурированный форум плана закупок если будут соответствующие структурированные формы проектов контрактов либо протокол документации так тоже проще контролировать на предмет выявления каких-либо нарушений представлений данной документации при управляющих контракт следующий момент на который обращает внимание федеральная антимонопольная служба это закрытая система контроля что это означает это означает что все закупки они поскольку они будут по планируется проводиться в электронной форме то они электронные закупки составляют след в системе до единая информационность ну как говорил господин шувалов который курирует данную отрасль правительстве машина должна быть должна иметь закрытую форму то есть такую некую такую коробочку которую невозможно залезть что-то там поменять то есть она едет управляется по определенным механизмом и возможности по залезть что-то там перенастроить то есть все идет один к одному то есть у нас закрытый способ требований закрытый способ закрытый способы закупок закрытые способы вернее типовые формы проект контрактов документации и соответственно идет у нас унифицированная система обработки всей этой информации в един информационной системе сферы закупок и выдает определенный результат да там по запросу тех или иных мы в том числе фаз да то есть они заинтересованы в том чтобы не было нарушений в плане требований не было нарушение плане значит нарушение конкуренции не было не было нарушений в плане значит сбоя в организации закупочных процедур и так далее ну и соответственно у нас еще здесь вступает ну скажем так заинтересованное лицо это казначейство с с этого года 14 мая этого года у нас мин эконом развития соответственно перестал быть регулятором сейчас регулирую данную отрасль контрактную систему федеральные министерств финансов и в том числе через казначейство но отвечает за работу един информационной системе но это вот этот 3w закупки .gov.ru и в данной ситуации то что точно так же как и фаз казначейство может контролировать закупки через запрос сведений информации составление отчетов так далее которые формируются в этой данной информационной системе тоже для упрощения контроля потому что примеру там вступил в силу изменения цинами правительства о дополнительном казначейском сопровождении то есть когда заключая когда заключается например контракт но по аукциону то прежде чем подводить итоги информации уходит в казначейство они там рассматривают на предмет отсутствие завышения предельным значит начале максимальной цены если этого завышения нет если все в соответствии с теми средствами которые выделяется в рамках бюджета то они пропускают данный 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 контракт для подписания то есть это вот как я уже сказал очень важный момент связанность с работой не только фас ну и министерство финансов лице казначейства по тому как отстроить систему контроля в этой автоматизированной системе далее но помимо от единых требований также в этом году планируется пока правда по 44 федеральному закону разработать каталог товаров работа услуг значит что не будет у нас всевозможных предметов закупки которые на усмотрение заказчиками сами придумываются сбор каталог они выбирают из этого каталога тот товар который им необходимо закупить причем в этом каталоге будут прописаны не только его характеристики но и предельные цены до начальной максимальной цены что необходимо сделать заказчику это только выбрать данный товар разыграть то есть взять соответствующую документацию типовую взять соответствующее извещение типовое оформить присоединить к нему соответствующий типовой крак контракт которая на данный вид продукции предусматривается запустить механизм проведения закупки частности определение поставщика все это опять же нужно для того чтобы упростить все эти процедуры уменьшить как я уже возвращаясь в начало уменьшить уровень коррупции риски связанные с нарушениями или там злоупотребление заказчикам своим полномочиями бюджетными средствами и прийти к заключению контракта дальше то что еще интересует вас это сравнительный анализ цен который точно также предоставляет который скажем так проще получить из вот этой единой информационной системы сравнительно анализ цен то есть по тем уже заключенным контрактом которые есть которые заключались например по итогам прошлых лет они отбирают те контракт в которых не было нарушений со стороны подрядчика в плане там просрочки в плане там срыва работ в плане там каких-то дополнительных запросов на повышение цен если все вот этот вот объем работы выполнен без нарушения стороны то данные закупки потом рассматриваются данные контракты рассматриваются как для того чтобы сформировать цену уже с учетом инфляции там и прочим где коэффициент дефляции для того чтобы сделать цену на следующий год вот таким образом фас проводит свою работу еще раз если так по пробежаться за задача значит фас это исключить как можно меньше уменьшить коррупциогенность документации сделать документацию типовой перевести ее в электронной формы сделать закрытый способ определения за закрытый способ требований как документации как так как участникам сделал закрытый способ самих закупок и соответственно все это дело вынести в единую информационную систему нет когда такая и если вот такая работа будет проведена то и фас и остальным в том числе финансовым органам будет проще контролировать расходованием бюджетных средств помимо того сейчас что у нас с 1 января семнадцатого года есть идентификационный код так называемый каждой закупки некий такой герлочок с номером который прослеживает данную закупку на стадии планирования до стадии завершения закупки закупка у нас по общим правилам завершается момент когда выполнены обязательства по контракту то есть выполнена работа в срок они оплачены и размещены размещен отчет соответственно закупка в этот момент считается завершенной вот таким образом с вами на сегодняшнем на сегодняшнем семинаре рассмотрели вопросы связанные с с теми стандартами закупок которые фас россии ближайшее время планируют на что она планирует обращать пристальное внимание вот ну и в своих на своих семинарах на своих курсах в специалисте у меня есть два курса это курс подготовка поставщика к участию в тендерах и подготовка заказчика к участию в тендерах на этих курсах я даю более детализированные рассматриваю более детализированные данные вопросы с учетом как раз вот всех этих изменений которые планируются ближайшее время как и для поставщика так и для заказчика и добро пожаловать в центр специалист на мои курсы спасибо вам